Продолжаем работу на стенде Менте Трейдмарк. Мария будет рассказывать после Мейсон Клоус, Эдит и Фунтис. Переходим к купальникам. Теофали, Австралия. Марка очень известная в мире, очень хорошо продаваемая. А теперь и в России. Теперь и в России хорошо продаваемые, да. На самом деле они дают, конечно, уникальный стиль. Австралия – это что-то такое очень особенное. Но, кроме всего прочего, Сифу Ли, как бы, они полный монополист. Они номер один у себя еще и в Австралии. То есть они захватили рынок уже давно, плотно его держат, скажем так. Чем хороши? Они всегда впереди планеты всей, как говорится. Законодатели моды? Все, чего касается, да, купальников, они идут, как бы, просто, вот, с большим отрывом. Мало того, что, как бы, сезон у них всегда идет на полгода раньше. И это тоже большой плюс, потому что, когда мы начинаем только делать заказы с клиентами, мы уже имеем статистику продаж, как бы, конечным потребителям. Понятно, что больше в Австралии и там, и Сиднее, да, но, тем не менее, это тоже, как бы, очень часто пересекается с нами. Они делают не просто купальники, они делают, действительно, что-то ультрамодное всегда. И этот стиль, такой особенный стиль, он всегда, как бы, очень узнаваемый, и он всегда такой, как это они называют, аутстендинг. То есть всегда его, он выдающийся. То есть купальники сифолинь нельзя быть незамеченным на пляже. Но кроме всего остального, да, то есть это всегда новые материалы, новые тренды. Например, танк-топы, топы с высокой шеей. В прошлом, там, год назад не делал никто. Сейчас вот сегодня, если посмотреть, они во всех коллекциях, да. В сифолии они были уже два года назад. Сливки сняли? Да, нет, ну, все, что касается, то есть они, как бы, действительно, законодатели даже моды, там, все, что касается, там, джинсов, вот, каких-то специальных моделей. Да, то есть это тоже сейчас, как бы, ультрамодный, высокая талия. У них всегда все... Ассортимент большой? Гигантский ассортимент просто, это действительно, у них собственная розница. То есть у них ассортимент полностью для большого магазина. Это не только купальники, это пляжная одежда, это летняя одежда, это всевозможные... И шляпки, я смотрю, да, шляпки, сумочки, тапки, очки. И все, что необходимо, в принципе, летом, это полная летняя экипировка. То есть даже не пляжная, а летняя экипировка. И они еще ассортимент именно по одежде, по аппарель, как бы, они продолжают, и они будут увеличивать. И ценовая категория здесь тоже, конечно, такой средний плюс премиум, но они держатся очень хорошо, они дешевле, чем известные нами там любимые в России итальянские, французские марки. То есть розницу где-то сейчас считать вообще, как бы, такое глобально. В Европе, если есть, они стоят розницу где-то 140-150 евро. То есть как бы все зависит от предыдущего курса. А дальше, когда мы начинали... 10-12 тысяч. Да, сейчас там где-то так. Когда курс был хороший, это было максимум 10, сейчас уже так. То есть это все равно, если сравнивать с другими брендами, это чуть ниже, чем все остальные, но ни в коем случае... Но законодатели мод... Да, не низкая ценовая категория. Именно поэтому они еще тоже хорошо продаются. И самое главное, чем они гордятся, еще, в принципе, они начинали. Они делают все посадки и фитинг свой, уникальный. Конечно, потом там все кто-то слизывают. Это нормально, это рынок. Да, но они как бы все равно продолжают новые какие-то формы развивать, все делать. И в них все сидит реально. То есть все настроено на то, чтобы это держалось, это сидело. Это не просто там тряпочка, супер фэйшн, да? Я покажу, например. Всегда хорошо сотрудничать с лидером. Там все что-то происходит. Такой супер фэйшн, как бы, но это не просто там натянутая на тело тряпочка. То есть это всегда идет посадка. То есть всегда идут, например, вынимающиеся какие-то подушечки. Можно вынуть, можно доложить. А что, сделано в Австралии? Часть, как бы, они 4 года назад перенесли часть производства в Китай. В принципе, без уменьшения... Потери качества. Без потери качества, да, то есть, как бы, вот, потому что много моделей. Часть еще какая-то база и какие-то модели отшиваются в Австралии, как бы, но, как бы, большинство, скажем так, как бы, естественно, там перенесено в Китай, потому что пытались сохранить, как бы, цену, чтобы она не поднималась. Вот, в принципе, им это удалось. Вот такие вот модели уникальные на зипе, да. То есть, опять же, это не просто полоска, как бы, с молнией посередине. Это, как бы, полная хорошенькая... Да, ну и вы следите за системой распространения, то есть... Очень четко. ...не даете конкурировать магазинам друг с другом. Да, как бы, мы знаем в каждом регионе, в каждом городе, как бы, примерно, да, то есть, не могу сказать, прям, в каждом, в каждом, но так, все-таки есть обзор по рынку, да, с кем мы хотим работать. Как правило, если мы не начинаем с тем, с кем мы хотим, мы сидим и ждем, как бы, мы даже ни с кем больше не работаем. Если кто-то начал с нами работать, и мы, как бы, друг к другу подошли по конкретному бренду, у человека это все продается, мы поддерживаем именно этого клиента. То есть, приходит его конкурент, уже было такое, приходит его конкурент, То есть, развитие ради развития вы не делаете? Ни в коем случае, нет-нет-нет. Мы не... Даже наоборот, как бы, когда есть... Это, как бы, марки такие очень интересные, да, то есть, и на рынке пока что, как бы, не сильно распространенные. Но они сильно распространенные не будут, то есть, как бы, задача такая, чтобы узнаваемость марки и спрос на нее рос, как бы, да, Но тот, кто с нами начал работать, как бы именно он... Чтобы они росли, а не распространялось через деньги. Да, чтобы если, например, какой-то бутик, с кем мы работаем, или сеть бутиков в городе, и они начали развивать эту марку, они там с Дитой Фонтис или с кем угодно сразу же делают рекламу, там, что-то еще. То есть они вкладываются в это, и они получают результаты. Мы вкладываемся в то, чтобы, как бы, марка узнавалась, мы с марки в принципе, наверное, не поросла. То есть, да, чтобы этот же клиент потом, как бы, просто продавал больше. Чтобы, если кто-то приходит и хочет купить в каком-то там городе, в Уфе, например, Дитой Фонтис, чтобы он шел конкретно в этот магазин и мог найти его конкретно там, а не везде-везде-везде. Понятно. Это стратегия, как бы, вот, общая по рынку в принципе. Хорошо. Спасибо. Рассмотрели мы Сиафали. Следующее будем смотреть Целмарк. Целмарк. Следующим, следующим видеороликом. Хорошо.